Для проведения онлайн-опросов на портале Госуслуги создан удобный сервис «Решаем вместе!» «Голосование» напоминает в своем телеграм-канале глава города Елена Лапушкина. В настоящее время на платформе доступно несколько опросов от профильных департаментов администрации. Жителей Самары приглашают принять участие в голосовании и выбрать название для нового модульного спортивного зала в Ленинском районе, бассейна в Куйбышевском районе, а также поделиться мнением об акции «Самара в движении» и итогах садово-дачных перевозок. Чтобы принять участие в вопросах, достаточно перейти по ссылкам и авторизоваться через свою учетную запись на госуслугах. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что отдельным категориям граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 16 36. В телеграм-канале Красноглинского района обращают внимание горожан на небезобидное развлечение детей и подростков. Все чаще становится популярным прогулки по крышам многоквартирных домов, заброшенных зданий и сооружений, где дети фотографируются, а затем выкладывают фото в интернет. При обнаружении открытой двери, ведущей на чердак или кровлю, следует проинформировать об этом свою управляющую компанию ТСЖ или ЖСК, позвонить или направить заявку в письменном виде, а также сообщить в аварийно-диспетчерскую службу. Если вы заметили, что по крыше вашего или соседнего дома гуляют дети, незамедлительно обращайтесь в районный отдел полиции. Жители промышленного района приглашают принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования. Федеральная платформа ДЭК позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет. В телеграм-канале промышленного района говорится, что в период с 1 по 13 ноября 2023 года вы можете подать заявление на портале Госуслуги. Голосование пройдет с 8.00.15 ноября до 20.00.17 ноября на портале дистанционного электронного голосования. Принять участие в тестировании могут граждане России старше 18 лет. Редактор субтитров А.Семкин